разоблачительная статья медведева навального теперь маркирует террористов в колонии 34 погибших из-за суррогатного алкоголя в оренбургской области а также авария собчак и единственный полезный совет от павла дурова обо всем этом и многом другом сегодняшнем выпуске не забывайте ставить лайки подписываться на канал оставлять комментарии и еще раз подписываться на канал потому что давайте дойдем до 250 тысяч и ну как бы все четверть миллиона гигантская цифра дальше уже точно не надо это будет последний рубеж который мы с вами попробуем взять и еще раз хочу поблагодарить всех тех кто поддерживает канал на патреоне ссылку оставлю в описании под видео так что благодаря вам ко мне уже едет новое оборудование правда не знаю когда она приедет но все после него вообще никаких проблем со звуком не должно быть никогда я там заказал два разных микрофона систему короче вот когда это все приедет я надеюсь что звук станет идеальным навсегда спасибо большое всем тем кто поддерживает канал и тем кто поддерживает просто лайками комментариями подписками и просмотром это тоже очень важно ну а теперь давайте переходить к тому что случилось за последние дни надо отметить что много на этой неделе было именно смысловых вещей то есть не каких-то конкретных событий а некоторых вещей которые помогают нам глубже понять проблему существующей системы и почему сложно будет с ними бороться в том или ином виде если это сама система не будет изменена если не будет изменена эта вертикаль власти и структура которая была создана в этом плане примечательна статья дмитрия анатольевича медведева помните был у нас такой президент сейчас он на должности в совете безопасности и ничем не занимается кроме того что иногда появляется как чертик с табакеркой записывает какие-то обращения ну и иногда пропадает на большое количество времени говорят он много пьет и у него с этим есть какие-то проблемы желаем ему как скорейшего выздоровления а то мы видимо будем чаще читать его статьи и вот значит коммерсанте появляется его статья где он берет странную казалось бы тему а именно почему российской власти не стоит никаким образом иметь взаимоотношений с украиной и руководством этой страны чем интересна статья не рассуждениями медведева то есть медведев не то чтобы гигант мысли духа или является экспертом вообще в каком-либо вопросе нет безусловно нет интересно она другим как отмечала иксилина михайловна шульман во всех этих бесконечных статьях патрушева путина и медведева самое важное что мы можем увидеть это проекция когда человек проецирует на каких-то других людей на глав других государств или на какие-то внешние угрозы то что на самом деле испытывает сам ну то есть это вот такая неплохая история про то как человек когда он себя кем-то ощущает когда он видит какие-то проблемы в себе замечать их не хочет и видят их во всех остальных и таким образом мы можем понять что же собственно происходит в головах у этих людей в этом плане статья медведева катастрофически саморазоблачающая она разоблачает не только его но и всю действующую вертикаль власти посудите сами давайте вчитаемся в те оценки которые он дает руководство украины во-первых по его мнению там кризис самоидентификации ну то есть люди не понимают кто они что они и не имеют никакой четкой позиции или структуры по тому кем они являются и это идеально иллюстрирует нынешнюю россию те люди которые находятся у власти не имеют не то что идеологии у них даже идеи нет так например владимир путин никак не может понять куда же ему себя отнести то он главный либерал то он главный националист он противник всех националистов то значит он за правую идею за левую идею за какую угодно еще действующая российская вертикаль не имеет никакой почвы под ногами у них нет представления о том как должно быть правильно все чего они хотят это власть это единственная их идея именно к ней они стремятся и готовы делать что угодно из совершенно для них не важно как будет развиваться общество куда она должна развиваться то они значит невероятно религиозно несмотря на то что были в кпсс и как-то в общем религиозные на тот момент не были но обрели бога бывает то они значит за то чтобы в со всем миром дружить и за крепкое партнерство то наоборот за изоляционизм в общем они абсолютно сиюминутные и никакой самоидентификации у них нет никакой почвы под ногами у них нет это что они пытаются продать людям как идею в идею не формируется то есть партия единая россия владимир путин и другие люди из действующей вертикали это абсолютно без идейные люди у которых одна цель и одна задача это удержание власти поэтому они готовы на любую подлость и поэтому они готовы делать все что угодно в том числе нарушать международные договоренности вторгаясь на территорию другой страны военными силами и эти люди которые не держат слова эти люди которые не формируют образ будущего эти люди которые не понимают проблема настоящего эти люди управляют страной повторяя из года в год одно и то же у путина вообще тезисы не меняются например вот здесь на скрине вы можете видеть как в разные года путин практически слово в слово одно и то же говорит про трущобы и это удивительно потому что путин находится власти 20 лет и уж если он задался какой-то проблемой то за 20 лет и триллионы нефтедолларов и вообще с огромными полномочиями абсолютными уж одну то проблему можно было бы хотя бы решить у него так во многом он часто повторяет одни и те же тезисы предлагает одни и те же программы и каждый раз говорит что они важны и что нет времени на раскачку нужно делать это прямо сейчас не раз это с вами обсуждали вопросе плана путина 2008 года вопросе майских указах путина 2012 и его в других майских указах которые он тоже выпускал там плюс-минус одни и те же тезисы и при этом они не выполняются из года в год а владимир путин обещает одно делает другое обещает не повышать пенсионный возраст повышает его и так далее и тому подобное то есть невероятно необязательный человек который не может понять кто он и не может понять что со страной и какие проблемы нужно решать и каким образом это делать поэтому конечно дмитрий медведев с невероятной точностью описывает важную проблему в действующей российской власти это кризис самоидентификации она то за демократию то против нее то за обязательную вакцинацию то против в общем они не могут и не хотят понять чего же они хотят добиться потому что единственное что их волнует это удержание власти и накопление собственного богатства вторая претензия которую выдвигает медведев к руководству украины это то что они не являются самостоятельным он говорит что они являются сателлитами соединенных штатов и евросоюза и живут на их подачке заявление само по себе странное потому что быть сателлитами и с и сша одновременно очень сложно так как это весьма разные разнородные структуры если соединенные штаты являются гомогенной более-менее страной хотя у них меняются президенты меняются политические курсы более того у разных этих президентов разные взаимоотношения с украиной и все остальное то евросоюз это сообщество достаточно разрозненных государств у которых разное представление о том как должен быть устроен мир но это бог с ним на самом деле в этом нет ничего страшного но давайте вспомним с чего вообще началась проблема в четырнадцатом году а дело в том что янукович как раз хотел остаться сателлитом россии и поменять выбранный народом курс на то чтобы быть в хороших взаимоотношениях с россией иметь от нее какие-то подачки все остальное на то что янукович является как раз сателлитом россии ярко указывает ту где он сейчас находится а именно под ростовом то есть это напрямую подчиняющийся москве человек и на самом деле в этой претензии обиды медведева не в том что они сателлиты евросоюза или соединенных штатов или что-то такое что он никаким образом не доказывает а в том что они не сателлиты россии именно это и вызывает у российской власти вот эту злобу что в какой-то момент народ украины не захотел следовать по курсу который ему предлагала россия и именно в этом коренная для нынешней власти проблема с украиной что это люди отказывающиеся подчиняться путину и верхушке которую он создал третья претензия вообще гамерически смешная она заключается в том что власти украины это слабые люди у которых одна цель набить свои карманы но знаете что глядя на офшорные списки из недавних pandora papers о которых мы кстати говорили на стриме вместе с еленой панфиловой через n через m то панфилова которую мы не любим через n то которые обожаем и ильей шумановым мы обсуждали там что нам говорит вот это вот утечка pandora papers и какие расследования еще будут по этому поводу в общем посмотрите так вот из этой утечки следует что как раз люди которые хотят набить карманы они вот все здесь в российской власти и мы сами это видим мы видим дворец путина мы видим дом медведева мы помним про его домик даже для уточки мы видим что никаких легальных возможностей для путина и для медведева не было чтобы заработать себе на эти особняки мы видим что вся российская вертикаль причем не только верхушка на всех уровнях это бесконечная коррупция которая постоянно является второй идеологически значимой вещью в нашем государстве первое это власть а вторая коррупция хотя это нумерация не в порядке значения для них потому что власть им нужна для того чтобы осуществлять коррупцию а коррупции нужна для того чтобы поддерживать власть и того у нас получается что на самом деле российская власть погрязла в коррупции мы видим это вообще практически во всем деньги утекают из бюджета на всевозможные виллы яхты дома дворцы как в россии так и за ее пределами и конечно коррупция это одна из главных системообразующих вещей нашей власти если у них есть какая-то идеология то это идеология коррупции поэтому эта претензия со стороны медведева выглядит нелепо и смешно учитывая что конкретно про него мы знаем абсолютно все и мы знаем что он насквозь коррумпированный человек каким образом он получал эти взятки и на что он их потратил поэтому не то чтобы у него нет морального права это говорить но опять же это еще раз нам показывает что это действительно история про проекцию но и последняя претензия медведева чтобы главе украинского государства стоят необязательные и невежественные люди именно такую претензию предъявляет и медведев и тут мы конечно с вами должны заметить что это весьма интересная претензия в том смысле что российская власть это сосредоточение невежество людей отрицающих науку людей отрицающих прогресс людей которые борются с просвещением людей которые провалили вакцинацию людей которые проваливают возможности которые им открываются людей которые разваливают и культуру и науку в нашей стране это люди многие из которых обращаются к услугам шаманов которые обращаются к услугам значит каких-то ритуалов тайных и не всегда тайных люди которые верят в бейджи от коронавируса которые являются полным обманом вот эти люди управляют россия когда читаешь их интервью и их рассказы про планы далеса и остальную абсолютную чушь когда смотришь на людей в этих верхушках всячески поддерживающих любую конспирологию когда дмитрий рогозин глава роскосмоса рассказывает что американцы не были на луне хотя это можно подтвердить вот с оборудованием роскосмоса буквально за секунду просто посмотрев туда то об этом я вам как-то рассказывал значит когда вот это вот все происходит мы понимаем что проблема нашей страны не только в тотальной коррупции а еще и в невероятном уровне невежества на всех вообще уровнях уж извините этой власти и раз за разом год за годом все становится только хуже и это ведет страну конечно в пропасть а борьба с всевозможными якобы госизменщиками борьба с институтами со свободой со всем остальным только ухудшает положение поэтому я ничего вам не могу сказать про реальное состояние дел на территории украины потому что я не интересуюсь украиной то есть ну на экспертном уровне поэтому я не могу делать каких-либо суждений но я вам могу сказать абсолютно точно что претензии дмитрия медведева они должны быть к российской власти которую он представляет потому что его не должна волновать какая-то другая страна разговоры с ней все остальное он человек который был президентом он человек который был председателем правительства и провалил все задачи которые перед ним были поставлены и задача борьбы с бедностью и задача с тем чтобы действительно улучшить положение россиян в собственно россии ибо задачу борьбы с коррупцией и задачу борьбы с невежеством все это дмитрий медведев провалил но почему он написал эту статью спросите вы у меня нет точных сведений но я предполагаю что дмитрий медведев недоволен своим нынешним положением после того как он был грельщиком стула для путина после того как он был премьер-министром сейчас он практически никто у него нет аппаратного веса у него нет никаких возможностей он просто человек из какого-то прошлого российского причем не субъектный человек и конечно когда дмитрий медведев рассуждает про чью-то самостоятельность или несамостоятельность это выглядит просто смешно потому что он всегда был марионеткой никогда не имел собственной субъектности и сейчас он просто не то что тень а тень тени которая пытается что-то там откуда вякать поэтому дмитрий анатольевич вы конечно лечитесь от всех ваших проблем но не надо выходить и поссориться еще больше потому что ничего кроме смеха и презрения такого рода высказывания не вызывают но если вдруг захотите то попробуйте побороться с теми проблемами которые вы описываете в российской власти у вас конечно не получится как не получалось ничего но хотя бы это будет достойный жест вы выйдете и смело скажете о тех проблемах которые создал владимир путин ваш патрон ваш патрон который вас кинул который использовал вас и выбросил на свалку истории и тогда может быть малюсенький есть шанс вы сможете вернуть хотя бы толику самоуважение обрести хоть какую-то самостоятельность но для того чтобы проиллюстрировать все те проблемы о которых я говорил обсуждая статью медведева давайте перенесемся в оренбургскую область там произошла чудовищная трагедия 34 человека скончались от суррогатного алкоголя от какой-то бодяги которую намешивали в бочках на тайных складах и продавали людям за бесценок 34 человека скончались еще более 30 людей сейчас находится в тяжелом состоянии часть из них на аппаратах и вл то есть люди пили максимально дешевую бормотуху и в итоге скончались и знаете что придает некий перчинки если хотите этой истории что за неделю до этого задержали участкового который покрывал одну из точек где продавали вот этот суррогатный алкоголь и это один из участковых то есть алкоголь продолжали да и дальше этот продавать то есть там целая сеть полиции которая крышует вот этих людей делающих эту бодягу которая убивает других людей все это происходит в оренбургской области то есть люди не только спаивают других людей но и делают все это при попустительстве органов за какие-то абсолютно мелкие взятки вот этому участковому например платили 10 тысяч рублей за то чтобы он закрывал на это глаза сколько стоит вообще человеческая жизнь и почему в россии в 2021 году участковый готов придавать не то что клятву которую он давал но вообще смысл существования человеческой жизни ради 10 тысяч рублей что это за благополучие такое когда сотни людей готовы пить самую дешевую спиртягу разведенную фиг пойми с чем травиться и умирать и обращаем внимание на это только когда происходят чудовищные большие катастрофы а на самом деле люди мрут от этого каждый день и от обычного то алкоголя мрут ну кто под машину попадет кто в какой нибудь драки умрет у кого просто какие-нибудь органы откажут но от этой бодяге умирают прям пачками и почему люди то это пьют да ну то есть в оренбургской области не запрещен алкоголь там можно покупать нормальный алкоголь выпивать его от бедности от бедности и неустроенности гигантское количество несчастных людей на последние деньги за какие-то гроши покупают вот эту бодягу и умирает потому что они не представляют свою жизнь без алкоголя потому что для них это какой-то способ существовать да конечно многие из них наверняка больны алкоголизмом но опять же как они к этому пришли у них нет перспектив у них нет никакой возможности нормально выстроить свою жизнь и они идут к бутылке но даже на обычную бутылку не хватает денег и они пьют эту отраву вот результат правления путина вот то что мы имеем 2021 году это только в одной оренбургской области а что вы или я не знаем что по всей стране жестко бухает что у нас одна из главных проблем не только в городах но и в деревнях это повальный алкоголизм как раз из-за того что нет надежды на будущее из-за того что нет возможности для самореализации за того что нет возможности работать и зарабатывать строить нормальную семью найти работу себе по душе разве вы этого не знаете разве я этого не знаю разве в правительстве об этом не знают у нас миллионы людей живущих за чертой бедности у нас огромное количество людей чей уровень дохода не позволяет не то что квартиру купить а даже стиралка для них представляется неким недостижимым гралем и у нас огромное количество моногородов которых уже ничего не работает которых уже нет тех предприятий вокруг которых они строились у нас увольняют людей даже с тех предприятий которые поддерживаются государством эти предприятия остаются все также неприбыльными ущербными и абсолютно не отвечающими современным стандартам у нас огромное количество людей которые не имеют возможности выбраться из ловушки бедности и все это после 20 лет правления и огромного количества денег сколько людям можно помочь на 100 миллиардов рублей который стоил дворец путина сколько людям можно помочь на хотя бы коллекцию кроссовок медведева вот этого главного защитника значит современной россии это же все мы постоянно знаем и читаем это увековечено в фильмах таких как левиафан и дурак беспросветная безнадёга которая в итоге приводит к одному к смерти к нищете и разрухе и все это под покровительством полицейских которые сами это делают на самом деле по совершенно разным причинам приобретая скотский вид из-за того что вокруг них скоты их начальники скоты их глава мвд это человек который взаимодействует с организованной преступностью и каждый полицейский каждый районный участковый знает что на всех уровнях власти воруют и берут взятки и начинает брать взятки сам потому что думает ну что раз они берут то я буду да и участковый этот беден ему платят за работу не столько сколько бы могли участковых и у полиции врача и учителей у всех этих людей должна быть достойная зарплата чтобы не было соблазна брать взятки чтобы была мотивация исполнять свою работу а наказание за такие преступления должно быть строгим и что самое главное обязательно у нас по полиции больше всего оправдательных приговоров когда задерживают полицейских подбросивших наркотики или совершивших какое-нибудь преступление в итоге вот этот замкнутый круг безответственности нищеты и разрухи приводит к реальным человеческим трагедиям и 34 человека только на этой неделе в оренбургской области поплатились за вот эту систему выстроенную владимиром путиным за последние 20 лет но государство занято куда более важными вещами человека который хочет эту систему и человека который даже расписывал как это сделать и который знает что основная проблема современной российской федерации эта коррупция его держит в тюрьме и выдержит незаконно по беспределу абсолютно наплевав на все правовые нормы и абсолютно наплевав вообще на честь ум и совесть речь идет об алексея навальным он находится в тюрьме он находится в тюрьме уже очень очень долго и находится там без каких-либо причин находится там по единственной причине потому что он хотел изменить эту систему хотел сделать так чтобы не было такого количества бедно хотел сделать так чтобы деньги не разворовались а шли как раз учителя врачам и даже полицейские и за это его попытались убить и отравили слава богу алексей откачали теперь его за это же посадили в тюрьму и теперь его за это же признали террористом алексей навальный с помощью своих адвокатов передал информацию о том что у него теперь нет вот этой плашки склонен к побегу это было специальное обозначение на его значке был перечеркнут красной линией из-за которого его будили по ночам поначалу каждый час а в нынешней ситуации там в последнее время раз в два часа его проверяли в камере не сбежал ли он и с него это плашку убрали но как пишет он не успел я обрадоваться было принято следующее решение что вместо этой плашки будет другая зеленая обозначающая что алексей навальный террорист теперь он числится в колонии как террористический он видит в этом и плюсы ведь проверок меньше но вдумайтесь сами человек который боролся с коррупцией человек который организовал большую политическую структуру которой ставили все возможные палки в колеса человек который действительно хотел что-то поменять и говорил как он может это сделать и который пользовался только мирными методами и вообще закон то никогда не нарушал вот этот человек в этом государстве признан террористом это человек которому присвоен максимально опасный статус для государства экстремисты и террористы это человек который из-за того что его боятся власти посажен в тюрьму потому что эти люди у власти хотят сохранить коррупцию эти люди у власти которые берут заложников эти люди у власти которые называют талибан с нами партнерами эти люди у власти для которых глава мид это просто человек исполняющий поручения одного из путинских олигарх вот эти люди маркирует навального террориста безусловно это показывает абсолютное зазеркалье нынешней ситуации в россии действительно достойные люди которых возмущает все что происходит люди которые не хотят такого ужасного и печального будущего для нашей страны как и совершенно апатичного и фрустрирующего настоящего из-за которого люди готовы пить суррогатный алкоголь даже несмотря на вероятность смерти люди которые хотят это поменять они враги государства а люди которые все это и создали они патриоты ну правда патриоты с офшорами но это дело десятое правда про оффшоры кстати тоже будет скоро я вам расскажу про депутатов преступников потому что ну на самом деле депутат который имеет офшор вот с точки зрения нынешнего российского законодательства преступник но об этом мы поговорим других причем удержание этой власти происходит не только через аресты и посадку навального и его команду происходит также через прямой подлог например подлог на выборах мы много с вами говорили про это и про то сколько голосов было фальсифицировано но не успел я выпустить ролик про электронное голосование по москве как в этот же день появилось расследование медузы о том как еще фальсифицировали дистанционное электронное голосование по москве там рассказывается что у людей просто крали их аккаунты что их собирали не за них за этих людей голосовали там подробно расписано несколько историй разных людей которые сообщают о том что их долго уговаривал начальство там зарегистрироваться а потом за них и проголосовала причем многие люди уже после выборов зайдя вот свои личные кабинеты увидели что за них кто-то проголосовал надо есть эта система ненадежная дырявая и власть напрямую ворует голоса у собственно избирателей это все вдобавок тому что удалось выяснить ранее про закрытую часть вот этой системы электронного голосования про вброса которые делались через системы проголосования все это вы можете посмотреть во вчерашнем ролике переходите обязательно посмотрите его поставьте там лайк и напишите там коммент потому что нужно чтобы как можно больше людей это увидели и расследование медузы тоже обязательно прочитайте может быть по нему отдельно тоже я сделаю какое-нибудь видео но не уверен посмотрим почему это важно особенно сейчас потому что какое-то время прошло три недели прошло после выборов скандалы поутихли значит все как-то немножко эту тему уже отпустили но эта тема очень важная потому что система дистанционного электронного голосования была придумана с одной целью фальсифицировать почему она была придумана почему она вообще понадобилась потому что мы с вами и эксперты специалисты наблюдатели политики научились обходить традиционные фальсификации чем больше наблюдателей чем больше они на участках тем больше они пресекают вбросы и они знают как эти вбросы устроены более того лояльный путину электорат перестал голосовать даже подконтрольный вот приводят бюджетников на участок они все равно голосуют как захотят именно поэтому власти понадобился новый инструмент новый инструмент для фальсификации где уже не важно там за кого захочет проголосовать бюджетник где уже абсолютно не важно будут на участке наблюдателя не будут мне можно просто рисовать себе любые цифры именно поэтому потребовалась система дистанционного электронного голосования но у власти есть важная задача она заключается в том чтобы ей доверяли не меньше чем обычному голосованию что значит не меньше это не значит чтобы доверяли полностью потому что выбором в россии сейчас никто не доверяет все знают что там бросают все знают что там есть фальсификации все остальное но есть определенный запас фальсификации да там его по-разному оценивают но собственно люди знают что могут вкинуть но знают что не могут там кардинально изменить вообще ситуацию то есть в отдельных электоральных салтанатов могут но и другая история с этим люди уже отчасти к сожалению смирились что тоже нехорошо и вот они хотят сделать так чтобы дэк воспринимался также чтобы люди думали ну да может там чуть мухлюет но в целом примерно мы там представляем что мы можем что-то сделать почему они хотят так делать потому что если люди не будут хотя бы на таком уровне доверять этой системе то не будет вообще никакого доверия выбором а если выбором нет доверия то нет смысла их и проводить потому что на самом деле голосование это не столько ритуальная для нынешней власти история это история для того чтобы показать что за действующим лидером за владимиром путином стоят какие-то люди которые вы действительно поддерживают и показывают это в первую очередь элитам и ровно это он хочет сделать 2024 году так вот наша с вами задача показать максимально большому количеству людей что вся эта система дистанционного электронного голосования это фуфил это фальсификации это прямой обман причем обман гораздо большей степени чем обычное голосование потому что там не могут наблюдатели схватить за руку потому что само это голосование нарушает законодательство связанные с выборами потому что само это голосование не отслеживаемое и неконтролируемое и именно поэтому важно об этом рассказывать поэтому я вас призываю посмотреть этот ролик и посчитать расследование «Медузы» и вообще не отпускать эту тему. Она невероятно важна, потому что в 2024 году будут весьма важные выборы. Владимир Путин, которого уже никто не поддерживает, в котором разочарованы даже его бывшие сторонники, будет пытаться остаться на еще один срок. И значит, очень важно перед этими выборами сделать все возможное для того, чтобы максимальное количество людей понимало, что происходит со страной и почему за это несет ответственность лично Владимир Путин. Тут, кстати, его поздравляли с днем рождения не так давно. И оказалась удивительная история, что деградация во власти максимально. О, внезапно, да, никогда не было, и вот опять. И она вообще во всем выражается. Ну, то есть мы уже привыкли, что в любых законах, в любых попытках решить какую-то проблему деградация на всех уровнях настолько высокая, что, ну, потому что там отбирают по принципу лояльности, что они не могут ничего сделать. Но это докатилось, не поверите, до СММщиков, до простых, ребят, СММщиков. Так, официальный аккаунт России в Твиттере, который ведут сотрудники МИД, опубликовал поздравления Владимира Путина с днем рождения. И там стоит Владимир Путин и медведь. Ну, казалось бы, медведь, Россия, Владимир Путин, все понятно. Но есть маленькая деталь. Это не российский медведь, это американский медведь. Это изображение взято из диорамы в музее в Нью-Йорке. Ну, то есть, вот даже здесь, да, Путин стоит с американским медведем. И наверняка это не планировалось. То есть, наверняка это очередной косяк, как, знаете, немецкие танки на плакатах 9 мая и все остальное. То есть, всем на это наплевать. Все делают свою работу, вот, тяп-ляп и готово, как это делают все в нынешней вертикали власти. Но это ладно, это такая просто получилась веселая история. Решил вам о ней рассказать. И разумение веселой истории, это то, что происходит сегодня с вакцинацией в России. Мы не раз с вами говорили на эту тему. И если вы посмотрите каждое предыдущее видео по этой теме, вы увидите, что, ну, максимально все соответствует тому, что не раз было мной или моим коллегой Александром Плющевым произнесено. Потому что, ну, тут не надо обладать даром предсказания. Мы видим, как власть проваливает пандемию раз за разом, раз за разом и совершенно не учится на своих ошибках. Пока в России вымирают люди от коронавируса, там уже счет идет на сотни тысяч и приближается к миллиону людей, которые погибли от пандемии в России. А, собственно, власти все время не могут определиться, что же им с этим делать. Так, Песков уже официально заявил, что да, в России очень плохая ситуация с прививками, с пандемией. И все это из-за того, что люди недостаточно вакцинируются. Дмитрий, знаете, почему люди недостаточно вакцинируются? Потому что вы все просрали. Вообще все. Все полимеры. Вначале вы рассказывали, что коронавирус, значит, вообще никому не угрожает. Я даже видео про это делал, как пропагандисты сделали так, что в России перестали видеть угрозу в коронавирусе. Потом рассказывали, что это очень все угрожает. Всех посадили на локдауны, но продержались недолго. Потом сказали, что все победили. Было голосование по поправкам. Потом снова внезапно появился коронавирус. Так каждый раз. Люди вообще не верят в власти теперь. Готовы поверить в любую чушь. Только не в то, что говорят власти. Потому что власти, как известно, все время врут. Они все время занимают абсолютно разные позиции по поводу пандемии. То вводят обязательно вакцинацию, то отменяют ее. Владимир Путин решил в какой-то момент привиться. Причем не в тот, в который обещал. Он несколько раз это откладывал, переносил. Потом анонсировал. Потом решил все-таки привиться. Но решил сделать это не под камеры. Несмотря на то, что он все делает под камеры. Удивлен, что он не запечатлевает, как он ботинки с утра надевает. Хотя, возможно, ему помогают и все завязывают. Поэтому выглядит это не очень. Возможно, это даже делают те же корреспонденты, что снимают про него хвалебные сюжеты. И, в общем, теперь у нас опять все плохо с тандемией коронавируса. Во все бушует четвертая волна. Власти опять не знают, что делать. Предупреждают, что могут быть ограничения. В разных регионах вводятся не то, чтобы локдауны, но существенные ограничения, связанные с тем, что людям нельзя там ходить в школу, или в том, что им нужно обязательно прививаться, и все остальное. Говорю, я это несколько устало, потому что эту ситуацию мы наблюдаем достаточно давно и долго. И ничего нового в ней нет. И ничего не изменится. Потому что люди абсолютно потеряли доверие к власти. И чего бы власти сейчас не сделали, они все равно власти доверять не начнут. А более того, руководство страны очень напугали антипрививочники тем, какие они активные. То есть люди, взросшенные на пропаганде всевозможной конспирологии, постоянно ее воспринимая, начинают ее транслировать и видеть конспирологию во всем. Несмотря на то, что пали последние конспирологические бастионы, такие как Михалков, который привился, Виктория Боня, которая привилась для поездки за рубеж, ничего вроде жива. Несмотря на это, люди продолжают не доверять властям, не доверять российской прививке. И тут, кстати, пришла какая-то совсем уморительная новость. Значит, газета Sun пишет, что оказывается, российские шпионы выкрали формулу у AstraZeneca и на основе ее сделали спутник V. На мой взгляд, представить это достаточно сложно. Все-таки AstraZeneca и спутник, несмотря на всю схожесть, отличаются. И более того, газета Sun не самый надежный источник, потому что это такой вот английский таблоид. Его сложно заподозрить в качестве. Но! Здесь я делал но. Во-первых, я ничего не могу отвергать, потому что российские власти доказали, что они применяют спецслужбы вообще как угодно травить людей, подменивать банки с мочой и, ну, красть формулы. Почему бы и нет? Хоть какой-то толк, честно говоря, от этих шпионов бы был. Потому что мы обычно привыкли, что вот наши спецслужбы, как внешние, так и внутренние, они вообще ничего не могут нормально сделать. То их вышли из страны из-за того, что они под камнем передавали себе записки, то, значит, еще что-нибудь случится. И если действительно российский спутник сделан по формуле AstraZeneca, да, и если действительно шпионы выиграли, то это, честно говоря, отлично. Ну, то есть, я не вижу в этом никакой проблемы. Наоборот, для всех сомневающихся, кто сомневался, друзья, ну, как бы все, по формуле AstraZeneca все нормально. Никакого вам путинского шмурдяка. Западный продукт, так сказать, с любезностью переделанный под российский. Просто там другая этикетка. Отлично, идем все прибиваться. Значит, это очень хорошая новость. То есть, еще раз, я не думаю, что именно действительно так все было. Но если это даже так, я не вижу в этом ничего плохого. Ну, понятно, там нарушили, может быть, как-то неавторское право, да. Ну, короче, взяли и украли чужой товар, украли чужую формулу. И, возможно, AstraZeneca меньше на этом заработала. Но я считаю, что всемирная пандемия – это вообще не время для того, чтобы кто-то там, значит, заработал больше, кто-то меньше. Всемирная пандемия – это время для того, чтобы все привились как можно быстрее. В любом случае, получилась веселая история от газеты «Сан». Ну, как веселая, да, то есть, такая, в нее сложно поверить, хотя и отвергать ее сложно тоже, потому что российская власть настолько завралась и настолько безумные вещи проворачивает, да. То есть, теперь, когда вот мы в 2021 году, когда спецслужбы пытались отравить Навального, Дмитрия Быкова, значит, и удалось им убить некоторое количество людей. И мы оглядываемся на все это, и сложно, честно говоря, ну, отвергать какую-либо версию, связанную со спецслужбами, потому что, ну, они действительно много всякой фигни делают и делают это по заказу государства. Но, тем не менее, в любом случае, как бы вы ни относились к этой истории, и является она правдой или нет, вывод один – надо идти прививаться. Кстати, о здоровье всем поклонникам Валерия Славья посвящается. Тут Валентина Матвиенко справилась о здоровье Путина, говорит, что-то кашляете вы часто. Что несколько странно, потому что Владимир Путин кашляет последние 10 лет. Видимо, Валентина Матвиенко никогда не смотрела его прямую линию или постоянно на ней засыпала. Я смотрел по своим рабочим обязанностям, и он постоянно кашляет. Ну, то есть, он такой, хе-хе-хе, ну, вот этот легендарный мем, хе-хе, это ровно из-за этого. Но в этот раз он почему-то решил его спросить. И он сказал, что все нормально, каждый день сдаю анализы, и вообще просто надышался холодным воздухом. Вот такое сказал Путин. Но, значит, теперь многие обсуждают его здоровье. Я думаю, что не дождетесь. У Владимира Путина огромная прорва денег, которую он наборовал. У Владимира Путина большой штат, значит, врачей. И допуск к лучшей медицине на свете. Не в смысле российской, а в смысле, что он буквально может там любого врача из любой страны при большом желании привезти. Поэтому я не думаю, что стоит ждать его скорой кончины. И что, значит, каким-то образом вот его покашливание подают нам какие-то сигналы. Ну, оставим эти рассуждения Валерию Славью. В любом случае разговор получился у него какой-то странный. Ну, а если он болеет, если он простыл, то сидите отдыхайте. Владимир Владимирович, не надо ничего, никаких решений принять. Да и вообще, знаете что? Может, на покой, а? Может, куда-нибудь вот все отдадите. Скажите, Навальный, выходи из тюрьмы. Проводим выборы. Участвовать могут все, кто захотят. Я поехал куда-нибудь там в минеральные воды. Буду здоровье лечить, каши лечить. Вот это все. Я только за, Владимир Владимирович. Идите, идите. Не надо. Все, идите, отдыхайте. Можете даже на Аляску уехать, найти там того медведя, который с фотографией Нью-Йоркского музея. И не мучайте уже нас, пожалуйста. Потому что переживать вас каждым годом все сложнее и сложнее. Что, возможно, есть часть вашего плана. Не пережил, правда политически, Путина канцлер Себастьян Курц. Его Владимир Путин очень любит, потому что Курц очень любит Путина. Как-то вот постоянно о нем хорошо отзывался и все такое. Но, как и многие люди, которым нравится Путин, и которые с ним налаживают какой-то диалог и относятся с пониманием, Себастьян Курц оказался взяточником. Из-за скандала коррупционного был вынужден покинуть свой пост. Ну, собственно, это нам много говорит об окружении Путина. Потому что все люди, которые так или иначе с ним взаимодействуют из-за рубежа, я имею в виду комплементарно взаимодействуют, да, будь то Курц, будь то Саркози, они потом оказываются замешаны в коррупционных скандалах. И это яркий показатель. Скажи мне, кто твое окружение, и я скажу, кто ты. Вот сказать, кто Путин по его окружению достаточно просто. И Себастьян Курц вот забыл, что он не в России, а в Австрии. И там коррупция это не основа государства, а наказываемое деяние. Поэтому ему пока в рамках расследования пришлось покинуть свой пост. И теперь он больше канцлером не является. Ну и давайте немножко к светским новостям. Собственно, я небольшой их любитель, но все обсуждают, поэтому, наверное, какие-то 5 копеек вставлю. Как-то много шума наделала авария с Ксенией Собчак. Она там ехала в Сочах куда-то, значит, на машине на Майвахе с таксистом или арендованным водителем. Таксист этот настречку выехал, врезался в автомобиль Volkswagen. В итоге в автомобиле Volkswagen погибла пассажирка, соболезнование ее родным и близким. И Собчак спустя там что-то 10 минут пересел в другое такси и улетел в Москву. И все на нее накинулись. И это для меня достаточно странно, потому что уж я там один из самых больших нелюбителей Собчак. За то, что она как бы играет с Кремлем, да, и выходила спойлером на президентских выборах. То есть она полностью поддерживает нынешнюю власть, строит из себя оппозиционерку, берет деньги за проплаченные посты. И, собственно, за свою компанию наверняка тоже деньгами обижена не была. Да и вообще, говорят, имеет духовно-родственные связи с нынешним президентом Владимиром Путиным. Поэтому я вообще без какого-либо пиетета Собчака, я не помню, чтобы я хоть раз говорил в положительном ключе. А нет, говорил один раз, когда она фильм сняла про Оосхи и Гумена Сергея. Фильм был неплох, на мой взгляд. А все остальные разы я достаточно негативно к ней отношусь. Потому что считаю, что это такая пропаганда для не то чтобы умных, а для людей чуть умнее поленьев, смотрящих федеральное телевидение. Но в чем ее вина в этой ситуации, я вот не могу вообще сказать. Это для меня странно, что от нее там что-то требуют. То ли распять ее, то ли посадить. Очень странная история, потому что, ну да, вот водитель выехал навстречу. Это ужас. Ужасно, что погиб человек. Ужасно, что это все произошло. Но как бы это было решение водителя. Многие, наверное, подозревают, что водителя она как-то подгоняла или что-то такое. Но, во-первых, это действие самого водителя. Во-вторых, судя по тому, что все они рассказывают, водитель активно дает интервью. И Собчак, и значит все на свете дают все эти разные интервью. Все было по решению водителя. Очень жаль, что он принял такое решение. И я надеюсь, что те из вас, кто водит машину, понимают опасность этого транспортного средства. И вообще опасность окружающего мира. Опасность вообще отовсюду. Поэтому не надо нарушать правил. Поэтому не надо выезжать ночью навстречу, когда вы за каким-то крупным транспортом. Это вообще очень частая, кстати, история. И я видел, классные были грузовики у Самсунга. Но это были прототипы, я так понимаю. Когда на кабине грузовика ставится камера, и она снимает дорогу впереди. А сзади на дверях грузовика транслируется как раз что перед грузовиком. Для того, чтобы машины, которые вздумывают обгонять фуру, чтобы они видели, что там на дороге впереди. Потому что это очень частая ситуация, когда люди начинают обгонять фуры или крупные автомобили, автобусы. Не видя, что там происходит, выезжают навстречу. И в итоге столкновения зачастую бывают жертвы. Ну, в общем, в данной ситуации не вижу никаких оснований хейтить Собчак. Есть много причин ее хейтить за многие другие вещи. И можно за них. Единственное, что, несмотря на трагичную ситуацию, была забавная комментария. Что странно, что Собчак на своем канале еще не взяла интервью у водителя, который был за рулем вот этой самой машины. В любом случае, здесь есть урок. И урок важный, что неосторожность на дороге, независимо от того, вы Собчак, не Собчак, значит, водитель, не водитель, приводит к человеческой смерти. И я надеюсь, что этот урок многие выучат до того, как столкнуться с ним лично. И об уроках, на самом деле, последняя вещь. Редко, по-моему, когда я комментирую какие-то слова и действия Павла Дурова. По причинам, что он мне глубоко не симпатичен. Особенно после последних его действий, о которых тоже можно посмотреть ролик недавний. Но тут он, наконец-то, дал дельный совет. Вот самый главный совет от Павла Дурова, с которым я целиком и полностью согласен. Видимо, расценив, значит, свою аудиторию, поняв, что ей нельзя полунамеком говорить и пора говорить уже прямо, он, наконец-то, дал самый дельный совет из всего, что он когда-либо говорил. Он написал, цитирую. Известные люди часто дают необоснованные советы за пределами своей области познаний. И Дуров сказал, что во всем, что важно в жизни, лучше всего полагаться на точную науку и мнение экспертов. Лучше и не скажешь. Павел Дуров буквально вам говорит не слушать Павла Дурова. Это отличный совет, поэтому не слушайте его ни про сон, ни про еду, ни про одиночество, потому что каждый раз, когда он дает свои советы, специалисты в этих областях хватаются за голову и говорят, что вообще нет ни в коем случае, это все какой-то бред. Когда он там писал, что не надо принимать лекарства, что надо голодать по 30 дней, и диетологи, и врачи такие, боже мой, что он несет. Поэтому в этот раз я как раз рекомендую послушать Павла Дурова и не слушать Павла Дурова, целее будете. А с вами был Майкл Найке, до скорой встречи в следующих видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, ну вы и так все прекрасно знаете. Увидимся, пока! Субтитры сделал DimaTorzok